а сейчас ребят небольшой обзор на гараж давно еще писали много кто просил чего кого рассказать про гараж купил его 5 лет назад за 250 тысяч рублей они за 260 плюс 5 оформления вот пять лет я им пользуюсь начнем пожалуй с ворот ворота у нас видите любезно все в пенопласте в пене все вот эта обработка это я так и покупал потолок и тоже весь в пенопласте и там судя по всему зазор есть между самой бетонной плитой вот этого потолка и пенопластом потому что там иногда слышен топ от мышки но это я уже чудил здесь здесь был щиток был единственное что я хотел здесь сделать и не сделал еще это вот поставить нормальный коробок сюда современная всю эту шляпу убрать первым делом вообще когда я купил гараж я здесь сделал вот эти светильнички здесь еще один был все вот эти светильнички каждый 72 ватта тепла вырабатывает но и как бы они светят достаточно хорошо каждый отдельно можно включать вот эти каждый вот отдельно можно включать локально ну то есть удобно в принципе так достаточно колхозненько сделано на скорую руку но достаточно удобно по 100 рублей купил их на авито и сразу же сделал то что здесь было были вот эти одни лампочки только но здесь вообще крот в норе вот печурочка буржуечка маленькая сейчас в гараже вот минус 0 2 я пришел было минус 2 растопил печку сейчас чурочку маленькую она маленькая но не очень быстро все прогорает и вот эти дрова я думаю очень здесь даже смотрите труба она конечно не не для этого не предназначена это по моему сливная труба но она даже здесь видите прогорела она и вот козырек еще не сделал козырек и здесь фонарик тоже что-то до этого не дошло дровишки туда нужны очень маленькие то есть ну вообще на нарубать там приходилось там очень сильно сейчас вот она вся вычищенная стоит также розеток сюда добавлял вот видите таким образом то есть у меня шнур идет один провод да и от него ответвляюсь 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 это натягивал для гаражной шторы видите в крепеже покупал зажимчики это такое типа подобие турника но такой как бы вот такой но и он криво висит поэтому на нем заниматься конечно не очень на постоянку не вариант верстачок у здесь вон здесь и стоял такой как бы еще все сделан гараж это бетонные плиты кстати я думаю это плюс для гаража именно потому что старые этих гаражей вам 90-х годов или в конца 80-х гаражный комплекс старые кирпичные гаражи из кирпича но это там просто уже там все трухлявые ну вот внизу так примерно было такая вот фактура идет между кирпичами что-то непонятное чуть-чуть вроде есть там цементика но его немножко а бетонная плита она как бы и бетонной плитой осталась то есть бетонные плиты что характерно вот здесь это до суда земля то есть там за гаражом земля вот сейф кстати этот мне тоже доставался я его использовал как шкаф здесь вот я гамак натягивал вот там крепежка здесь крепежка по проводке вот к сожалению видите алюминий заходит под пенопласт пенопласт них они охота разбирать и даже в планах не было даже вот если вот это все делать да думаю алюминий можно и оставить четыре лампочки ничего страшного не будет вот но тут такие моменты какие-то из пены тоже присутствуют даже не знаю что там происхождение какое тут тоже вот много в общем пены много пенопласта здесь размерность этого помещения 6 на 4 6 на 4 полноценный гараж не 18 квадратов какие-то мелкие гаражи да где там зашел и двери не открыты здесь конкретно можно поставить машину поставить шкафы и все равно здесь будут у меня здесь бэха залазила здесь шкафы здесь бэха здесь я еще гулял попробую вот так сделать колесо у бэхи было вот до суда ну как раз чтоб туда не упасть до суда ворота тоже полноценный полноценный размер что-то 210 на 230 что-то такое на полу кстати тоже две бетонные плиты вот лежат две бетонные плиты вот здесь была херня какая-то это я вот лично заливал бетон года три назад прям под конец осени я помню залил бетон на наше утро я улетел у нас уже чуть ли не 0 здесь было на улице в гараже еще более-менее я улетел просто на кавказ сначала потом краснодарский край сочи вот здесь здесь вот здесь я под верстачком заливал это было такое покрытие то есть конкретика здесь вот две бетонные плиты значит идем вниз были у меня набор доступа куда-то меня прошлый хозяин отдал но они были все длиннее этой ямы и уголка света ничего не было пришлось все получается по чуть-чуть от каждой отпилить ну и под размеры и то есть яма она маленько сужается сюда краю по моему 80 80 сантиметров ширина уголочек значит здесь мизерные дополн два с половиной сантиметра вот здесь видите подварено мне товарищ помогал то есть как сделано сверлил на 10 кажется вбивал арматуру и приваривались к арматуре получилась такая вот конструкция в принципе ни разу на регане никаких не было значит свет свет в каком-то супермаркете в гипермаркете по акции по 300 рублей штука здесь три штуки часть уже видите не горит к сожалению давно у меня валялись уже лет восемь здесь пригодились мне ступеньки я заливал здесь фигня была старая кирпичная разваленная прошло уже четыре дня с того момента как я залил раствор в опалубку топать по такой ступеньке намного приятнее чем потому что было здесь разваленные кирпичи типа вот такие вот это недорогое простое решение не идеальное конечно но и стены тоже здесь кину кирпичная смотрится все так стрёмно штукатуркой короче можно сказать чистая лепнину такую сделал ну как замазал вот и получается вот результат здесь вот видите я в полный рост и вот метр восемь заказывал вот кстати бетонную стяжку ну бетон короче заливал вот там и здесь заказал два куба что-то думаю что два куба нормально надо было прям полтора заказывать пол выше встал то есть я тут охренел разгребать короче туда миксер слилось потом туда все слилось я короче лопатой кидаю этот бетон же он по времени застывает если у меня маленькой деревяшечки стояли короче жесть но вроде успел но факт в том что пол где-то вот еще настолько мог быть ниже ну зато прочнее снизу то есть я целлофан кинул как гидроизоляция небольшие там несколько лак там который проводил там разравнивал вот такая вот история значит здесь значит у нас еще одно помещение c то есть вот над этим помещением получается вот этот заезд гараж то есть отмостка так называемая вот здесь получается под этим под этой отмосткой находится то типа какого хранилища вот это как бы здесь это просто хозяин заливал говорит очень много бетона залил вот здесь тоже вот и в полный рост нарахожусь это типа какого хранилища что ли здесь вот я вот недавно заколхозил получается вентилятор вытяжной сейчас покажу как он работает такой вот вентиляционной отверстии у нас ну и вот здесь свет светодиодные лампы и вот герметиком все замазано потому что здесь влажность повышенная ближе 90 процентов все вот на таких у меня выключателях какой-то вентилятор вроде мощный вот он здесь дует получается ну и он туда уходит и это труба уходит над гаражом вот получается труба у нас выходит из оттуда из овощехранилища из этого то есть вот даже вибрация слышно слышно чувствуется здесь вот тоже видите все герметиком замазано почему вообще этот обзор вы как заметили здесь достаточно пусто да эхо такое вообще непривычное этот гараж я продал продал его вчера подал наше объявление ну вот первый кто смотрел по сути ну где-то месяц провисела уже к концу месяца не писал на гараже ничего чисто в интернет подал фотки сделал красивый первый кто это сначала посмотрели бы он перезвонили говорят будем брать потом через день еще перезвонили гряда нафиг чтобы никто не забрал короче задаток скинуть и 5 лет здесь протусовался жил здесь рядом прям вот и было удобно сейчас мне в принципе без разницы где но как бы финансы немного нужны сейчас вот эти подземелья если честно набегался то есть это все хорошо он вместе весь весь гараж с теми подземельями больше 40 квадратов получается но блин вниз вверх если машина стоит неудобно плюс я хорошо падал уже когда не было деревяшек этих в эту яму колено повредил блин в года тренер потом болела здесь тоже вот вот здесь лепнина моя только здесь не покрашена она вот это решеточку сделал ну короче все более-менее так сделал кроме вот и вот этого щитка вот такой вот ребят гаражик у меня был все как говорится сейчас будет служить новому хозяину гаражный блок здесь можно в собственность оформлять гаражи здесь земля в собственности в кадастр но я ничего не делал я просто как член общества это членской книжкой забил короче на эту собственность не стал оформлять хотя это плюсом по идее если продавать это плюсом точно является ну возможность есть пожалуйста вот председатель подтвердил в любой момент без проблем вот такой стол здесь из палет по месту расположение здесь ну чтобы понимали ну не прям центр но центральная часть города допустим до метро идти там 10 максимум 15 минут не где-то там на отшибе всем спасибо ребят за просмотр напишите вообще по ценовой политике как вот это адекватно неадекватно но вот допустим по сравнению с вашим городом напишите откуда вы и у вас ценники ну у вас допустим какой гараж может есть или там у знакомых потому что ну 390 если честно я 400 поставил ну 10 как бы скинул 5 на оформление но и 5 на гараж если честно я не верил что его купят ну поставил думаю ну буду пользоваться ездить просто сюда далековато стало нет не ожидал что забрали если честно я больше ожидаю что вот эту блин корову коричневую заберу уже зависла больше полгода продаю все жду всех в комментах всем пока